Сейчас я в Майами. Я прилетела сюда на отдых. Смотрите, какие тут пальмы. У-у-у! У-у-у! Наше путешествие должно было состояться в августе. Оно состоялось в августе. Мы забронировали отель, купили билеты через вот это вот приложение Expedia. Об этом приложении я узнала в Америке, когда искала простое приложение, в котором можно посмотреть, что делать в конкретном городе. Купить билеты, забронировать отели. Очень удобное приложение, потому что там можно посмотреть все и билеты, и места, которые стоит посетить, и отель купить, забронировать. Очень удобно, поэтому обязательно скачивайте, если вы поедете в Америку. В путешествие в Майами на двоих нам обошлось всего лишь 312 долларов. Цена, конечно, вообще маленькая для Америки. Грубо говоря, мы сложились по 160 долларов и полетели в Майами. То есть это цена и за отель, и за билет туда-обратно. Это очень-очень дешево, поверьте, когда вы начнете работать в Америке, вы поймете, что это вообще ни о чем, что слетать в Майами, это... И я не знаю, как что, не знаю даже, чем сравнить, это настолько дешево. Мы еще потратили 30 долларов до Бостона, из которого мы улетали в Майами, и 30 долларов обратно, когда потом уже приезжали. Ну, грубо говоря, 60 долларов, ну, 200 с чем-то долларов мы потратили на наше путешествие. Но плюс в это входили расходы на такси. Такси в Майами, оно дешевое, оно стоит где-то 6 долларов, 5 долларов. Но, правда, исключение, когда мы добираемся до аэропорта, нам такси вышло где-то в 20 долларов или в 15 долларов. Ну, короче, 15-20 долларов. Мы прилетели ночью, если мы взяли такси, потому что мы не хотели разбираться, на каком автобусе добраться, и ходили ли они ночью, мы не знаем. Поэтому мы взяли такси, доехали до нашего отеля, и перед тем, как найти вход в отель, мы, значит, бродили, бродили вокруг этого отеля, не знали, как войти. И там ходили какие-то странные люди, которые были, может быть, под чем-то, мы не знаем. Вот, ну, когда проехала полицейская машина, она просто проехала, патрулировала город, как понятно, охраняла, стала спокойнее. Я такая, думаю, хорошо, мы доберемся до отеля, как же круто. Вот, и значит, это вот Ocean Rive, пусть он смотрит, хоть его не совсем видят. Вот, и значит, нашли мы вход, и когда мы заселились в отель, я сделала рум-тур. Пум-пум-пум, вот наш отель, вот наш, видно, океан, какой красивый. Вот это зеркало делает комнату больше, телевизор, вещи, класс, класс, класс. А сейчас самое главное, это вид, окна, опс. Ничего не видно, там пальмы и отели. В общем, неплохо, неплохо. Соответственно, полтора часа мы пилили сториз в Инстаграм, потому что мы прилетели в Майами, ура, счастья, нет предела. И потом мы стали составлять план на следующий день, потому что были всего лишь один день в Майами, поэтому хотели провести прям все, успеть по максимуму провести этот день с кайфом в итоге. И первым делом было решено, что мы обязательно должны встретить рассвет на Майами-бич. И, значит, утром мы поспали где-то один час и пошли на пляж, который находился всего лишь в трех минутах от нашего отеля. Это вообще, я не знаю, мы специально выбирали отель рядом с океаном, потому что мы понимали, что мы не хотим ехать куда-то, чтобы нам нужно было идти на пляж, вот. Ну, чтобы поваляться на пляже. Мы понимали, если мы идем на один день, мы едем на один день, то мы должны полностью кайфовать. А еще отель у нас назывался Президент, и, как видите, завтрак у нас был тоже президентский. Пошли туда, встретили рассветом, бегал какой-то мужичок-собачка, который предложил нам, чтобы он нас сфотографировал. Мы, конечно же, согласились. Мы сделали много-много фоточек вот с этими будками, обязательно сделать с ними фотки. Но я думаю, вы и без меня бы сделали фотографии, потому что абсолютно все фотографируются с ними, потому что написано Майами, вот, что самое главное. Мы побродили под этими пальмами, под красивыми. Это просто нечто невероятное. Я не знаю, что ты с чем-то, когда видишь такие высокие пальмы вживую. Просто какая-то сказка, не веришь, что ты реально там находишься. И, значит, после того, как мы сделали крутые фотографии, встретили рассвет у океана, мы решили отправиться исследовать город. Точнее, мы уже заранее прочекали информацию об интересных местах. И нас привлекло место, которое называется Винвуд. Это такая улица, квартал, где очень-очень-очень много различных расписных стен, где нарисовано граффити, изображены. Это очень классное место, где можно сделать такие летние яркие майамские фотографии. Зоопарков, национальных парков, музеев. Но, к сожалению, в тот момент, когда мы были там, они были все закрыты. Это было очень грустно. Но ничего, мы побродили по пустым улицам, потому что в Майами, грубо говоря, вообще как будто никого не было. Как будто мы одни с Олей вдвоем гуляли, только редкие люди какие-то появлялись. В основном вообще никого не было. И это было вообще удивительно. Вообще, вообще, сколько раз я это слово вообще сказала. Вот настолько, и там не было людей, реально. И после района Винвуд мы отправились в Литл Гаванну. Это такой район, где живут кубинцы, где рестораны со всякими их традиционными блюдами. Смотрите, как тут много людей. На самом деле, очень-очень мало людей. Вот Толя стоит. Привет! Вот и все. Вот так и гуляем. Почти все закрыто. Открыты какие-то рестораны. А так в основном мы гуляем и гуляем. И также есть всякие вот такие различные рисуночки. Вот такие вот петухи там везде стоят. Вот можно их сфоткаться, пофоткаться с ними. В общем, тоже довольно интересное и колоритное место. Ну, а если вы вдруг уже пофотографировались и поели еду, то можно пойти на Линкольн Роуд. Это такая туристическая улица, где, опять же, много кафешек. Ну, и магазинов. Самое главное магазинчик, где можно купить брендовую одежду. Да и вообще просто посмотреть, поглазеть, что там продают. Купить какие-нибудь сувениры прикольные. Купить какое-нибудь ожерелье. А нет, я не везде там купила. В общем, прикупиться, закупиться, накупиться. Вот. И, в общем, выложить все свои доллары. Но лучше этого не делать. После того, как мы поели, пошопились, мы отправились на пляж. Да, мы пошли после обеда, потому что утром реально солнце пекло. Но даже после обеда мы пошли в 3 часа дня. Солнце по-прежнему стояло такое горячее. Но мы думаем, ну надо же, мы же в Майами, поэтому искупаться-то обязательно нужно. Мы пошли. Значит, расстелились. Никого вокруг нет. Ну были там, наверное, 5 человек на весь пляж, я не знаю. Мы пошли в океан. И это, знаете, какое ощущение, когда ты заходишь в океан, который просто теплый, в котором тебе вообще не холодно. Я не знаю, это настолько удивительное ощущение, когда тебе не холодно в воде. В принципе, вот когда у нас заходишь в море еще куда-то, реально ведь холодно. Выходишь и дрожишь. Ну и в море, понятное дело, ты привыкаешь, но все равно первое ощущение, ты идешь и втягиваешь живот, потому что тебе холодно. Ты не хочешь заходить, но понимаешь, что нужно. А там ты захочешь, ты можешь с разбегу разбежаться, с разбегу, точнее, зайти, нырнуть. Тебе будет абсолютно тепло. Ты видишь, тебе будет тепло. Там просто райское место для людей, которые любят лето. Я обожаю лето, и это просто для меня рай какой-то. Я не знаю, там лето круглый год, как мы все знаем. Это вообще удивительно, это реально. Вам нужно там побывать, чтобы прочувствовать. Всю эту какую-то свободу, летнюю теплоту, вечное лето, зарядиться эмоциями, зарядиться этим теплом, на весь, на весь год. Потому что это невероятно просто. Этот пляж, который ты видел только на картинках, вот таких вот, оказывается, ты делаешь именно свои фотографии, такие же, грубо говоря, с теми же зданиями, и не понимаешь, что ты реально, реально это с тобой вживую. А для тех, кто вообще поклонник игры GTA, но я уверен, что большинство играло из вас в игру GTA, если вы играли, напишите в комментарии. Просто Ocean Drive, это просто вся атмосфера GTA. Да, вы можете делать вот такие вот фотографии, вы увидите декорации, все локации, которые присутствуют в игре GTA. Реально, вы увидите их вживую. Ocean Drive, Ocean Drive, да, Ocean Drive, это такая улица. Скоро вы можете пройтись вечером и заглянуть в какой-нибудь ресторанчик, в клуб, потусить. Но мы не заходили, мы просто прогуливались и наслаждались. Ocean Drive, это вот прямо линия, такая улица рядом с Майами, пляжем Майами Бич. Вот, и знаешь, вы можете потусить, пофоткаться, сделать яркие фотографии. Это очень-очень волшебно, очень волшебно. Вообще Майами для меня, у меня это город, где ты можешь вот просто полететь, отдохнуть, насладиться спокойствием, насладиться теплейшим океаном, посидеть в кафешке, потусить в клубе, это опять же по вашим предпочтениям. Но именно вот в Майами вы почувствуете какую-то, какую-то такую, я не знаю, свободу, счастье за то, что если это ваша мечта была, как у меня посетить этот город, какую-то радость просто, что всё в этом мире реально, как оказывается, это реально-реально. Вот, потому что, когда мне было лет 10-12, я понятное дело, я знала, что есть Майами, да, что существует такой город, но я, конечно, не особо мечтала, что когда-то я смогу посетить, это оказалось чем-то за грани возможным. Ну, как оказывается, что билет в Майами на двоих стоит 312 долларов туда-обратно и с бронью отелей, это вообще цена и о чём, и это, поверьте, того стоит. Поэтому обязательно-обязательно съедите, а также я знаю, что из Майами можно попасть на Баганские острова. Мы тоже с Олей думали над этой идеей, но у нас расходы наши были запланированы на тур по Америке, и поэтому мы подумали, что мы обязательно вернёмся, обязательно вернёмся, чтобы осуществить эту мечту. Но я очень рада, что я посетила Майами, просто-просто рай какой-то на земле. Если вы любитель бесконечного лета, тусовок, пальм, то вам обязательно стоит посидеть в Майами. А это мы крайнюю ночь в Майами проводили на пляже, ели еду из Мака, а некоторые люди там даже спали, представляете? С вами была Оля, и всем пока, до новых встреч, увидимся в следующем видео. Пока! Пу-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok